То есть это планирование занятий, да, это не просто вот там ты взял бас-гитару, там поиграл полчаса слэпом, там два часа тэппингом, ой, я там сегодня в день там 15 часов занимался, но что-то вот ничего не получается и все. Все как-то тяп-ляп, да, получается, да, да, да. А порой у меня был период, ну, у меня был такой вот период обнуления, когда я плотно начал записываться с коллективами, там и в Гнесинке была возможность, допустим, писать какие-то джазовые стандарты, мне не нравился результат. То есть ты, в принципе, как бы все играешь, и вот у меня такая же штука была, то есть я играю, но мне не нравится результат, вот что-то не нравится, ты начинаешь дома копаться, и вот у меня было такое видео, я неспроста его снял, о том, как полезно заниматься в наушниках, потому что когда мы сидим вот в стенах, отражение идет от стен еще, из комбика изначально вылетает, все это вот отражается у нас, и мы не слышим очень много тонкостей, а здесь у тебя сигнал напрямую приходит, и ты слышишь, что струны не заглушены, и ты понимаешь, вот что не нравится, вот что лишнее, чего не должно звучать, потому что слушаю там тех же, там, Инкогнито, Джимми Роквай, и слышу, буквально две ноты играет басист порой, вот там бывают такие места, и как это эффектно звучит, почему у него это так получается, да что говорить, даже мне нравились какие-то риффы из Death Wakele Band, где Том Кеннеди может наворачивать какие-то риффы, а бывают места, когда он просто буквально пару нот начинает извлекать, даже у монстров бывают такие партии, и как они эффектно у них звучат, то есть они и панч на нотах применяют, и при этом умеют работать с паузами, и это реально впечатляет, ты начинаешь понимать, что такое эффектная игра именно, вот. А когда вот говорят, давай, там наверни слэпом, там вот это, вот действительно, я согласен, что вот две ноты достаточно, ты показал, просто вот у меня был, у меня был как бы педагог, вот самый первый, когда, я тоже, я два года что-то пытался, тогда не было еще ни ютуба, нифига, ну я пытался, знаешь, там что-то, там у одного посмотрел, там, ну, кто был как бы рядом, и мне потом чувак сказал тоже такую фразу интересную, говорит, я крутого басиста, говорит, с трех нот слышу, Вот он сел там, началась вещь, допустим, сыграл две-три ноты, все, я слышу, что у него звук хороший, вот. А что касается, вот, ты сказал по поводу наушников, я вот еще добавил, мы с Костей Кириленко на эту тему говорили, что тут есть несколько тоже уровней, да, вот, раз мы говорим уже об этом, то есть первый уровень, когда вот на концерте люди сидят, да, то есть он же, там, действительно, там вообще куча людей, все кричат, там, очень сложно вообще разобрать. И звук-то разный везде, да, потому что ты играешь, допустим, на сцене, у тебя один звук в мониторе, там, где-то там, другой, там, где люди, третий и так далее. Потом, допустим, когда ты слушаешь музыку, да, то есть ты представляешь это, да, нету, нету видеокартинки, и, и, то есть это тоже разные уровни, это все надо учитывать. Да, конечно, когда ты играешь в группе, то порой даже людей может устраивать, но здесь все зависит от твоих целей, если, допустим, ты хочешь прям, ну, прям плотно на всю жизнь засесть в музыке, то, конечно же, нужно, как я говорю ученикам обычно, плохо, когда о тебе знают больше, чем ты сам о себе. Круто, когда о тебе знают меньше, чем ты сам о себе, то есть о своих слабостях, именно тонкостях, ты знаешь, что у тебя что-то не получается, но об этом не знают основные. Это круто, это уже круто, это определенный уровень, когда ты знаешь, к чему нужно стремиться, и, как бы, в принципе, все, что для остальных требуется, ты все это, как бы, дело выполняешь. Но дома сидишь и регулируешь эти моменты, также работаешь над этими вещами, да. А по поводу трех нот, двух нот, я, когда только прикоснулся к прекрасному, к музыке, меня гитарист, он на тот момент для меня очень авторитетная прям личность, то есть он очень классный блюз играл, показал мне, как рок-н-ролл играется, он мне показывал записи, и там Pink Floyd, допустим, еще какие-то, там ничего виртуозного не было, он говорил, насколько это круто. И я просто соглашался, я не понимал тогда, и я со временем только понял прелести, да, насколько это филигранно сыграно, там, говорить даже, там, о солох Гилмора, где там нету никаких поливов, но насколько филигранно все это сыграно, и то же самое с остальным ансамблем, работа барабанщика Роджера Уотерса, да, басиста, насколько они вот тонко, Queen те же самые, тоже, насколько это классные музыканты, насколько они вот круто умеют играть свою музыку, и это все дело, вот только со временем ты начинаешь понимать эти моменты, потому что, когда мы только освоим инструмент, мы офигеваем от того, что Виктор Вутон играет там какие-то просто цирковые вещи, но не понимаем того, что Виктор Вутон может очень круто чувствовать грув, он может построить классную басовую линию, может сыграть просто при этом. Со временем только вот я наткнулся на Пина Паладина, оценил работу Ната Ниста и понял, что это реально великие мастера, которые участвовали в таких исторических записях, там Ната Ниста и Уитни Хьюстон первые альбомы записывал, и вот недавние относительно там Гитлаки, да, писал партии, это все шикарные работы, и вот только со временем, когда ты повозился, когда ты понял, вот чего не должно быть, что должно работать, ты только в этот момент по-настоящему начинаешь ценить их работу именно осознанно. Да, это вот такое взрослое понимание, когда ты реально с двух, с трех нот понимаешь, что за музыкант, да, это вот как бы...